доброго времени суток всем подписчикам и зрителям моего канала сегодня я хотела бы с вами полистать вот такой вот журнал который мне пришел с сайта люди вяжут от фирмы лана гросса обзор я на журнал снимаю по просьбе моей зрительницы поэтому давайте с вами посмотрим журнал весна-лето 2016 года поэтому здесь я так понимаю отражены основные модные тенденции на первом развороте представлены все модели которые мы подробнее рассмотрим в дальнейшем так и вот у нас первая модель ну я не знаю нравится вам или нет но это вот такой вот шарфик с пуфтой удлиненной и значит шапочка такое довольно таки рыхлое вязание не знаю на любителям следующий фуловер это вот такой вот на оригинальной застежки застежка представлена вот здесь более крупном варианте ну возможно и имеет место быть но не у нас так сказать сельская местность у нас это будет не совсем практично следующая модель вот такая вот здесь мы можем рассмотреть более детально и рукав каким образом оформлен вот ну значит что я могу сказать что по цветовой гамме весна-лето это такие им природные цвета белый серый немножечко охра будет тоже на одну пуговичку застегивается я думаю вы успели рассмотреть следующая модель тоже застегивающиеся на одну пуговицу и интересный элемент идут по низу жакета и на рукавах вот здесь мы можем рассмотреть более подробно детально верхняя часть оформлена вот таким образом пуговичкой вот следующая модель это идет вот такой вот жилет вот это мне кажется наиболее яркая деталь вязание очень и очень простое это вот здесь посмотрите это как вы видите платочная вязка только вот платочная господи лицевая гладь только изнаночной стороной как сказать на лицо выстрелена потому что вот она видна и она закручивается застегивается в серединке на пупочке так сказать спущенный рукав пряжа с переходами ну вот этот вариант еще более интересен на мой взгляд следующая модель это вот такой вот полувер тоже свободного кроя и к нему идет берет поясочком значит держится модель поясочка вне пуговичка ничего нет следующая моделька это вот такой вот оверсайз так сказать вот то вот все люди вяжут очень здесь рыхло я такое за не очень люблю мне больше нравится плотное вязание может быть поэтому эти модели не для меня здесь мне понравился там вырез горловины очень красиво смотрится и лежит хорошо дальше вот такой вот топ тоже свободный 8 это моделька вот а вязки очень очень простые везде середине журнала идут вот такие инструкции черно белые мы с вами их пропустим и продолжим дальше вот так топ выглядит на модели тоже переходы цветов интересно так следующего нас модель вот такая вот тоже нечто свободное на прохладную погоду накинуть возможно это же идет шапочка далее идет также шапочка десятая моделька и вот такой топ узором зигзаг как я понимаю связан возможно где-то и использовать этот узор принципе неплохо ну вот на любителя так сказать следующая модель это вот такой вот жилет он застегивается верху на пуговичку умниц у него поясок здесь можем деталь не рассмотреть данную модель в принципе на жаркую погоду будет в нем наверное легко и свободно дальше идет пуловер на застежечки ну здесь как всегда одна пуговица в этом сезоне на пуговицах не надо разоряться одна пуговичка связано как я понимаю просто гладью возможно я ошибаюсь не знаю дальше вот вот такой вот топ ажурный с интересной каймой по низу изделия может где-нибудь и можно применить так дальше у нас идет шарфики вот такой полосатый джемпер ничего особенного в нем такое нет просто игра переходов цветов вот это вот самая яркая модель с карманом обвязка используется смотрите рачий шаг как я понимаю явно он здесь прослеживается нити узор не замысловатые принципе смотрится неплохо данная модель и также предлагаются связать нам аксессуары это вот такие шарфики и вот такой вот платок я бы его назвала бактусом так в итоге значит 18 модель это снуды снуды опять-таки как вы видите с переходами цветов интересно модель смотрится из-за этого только на этом журнал заканчивается здесь идет реклама ниточек фирмы лана гросса ну вот такой вот журнал не знаю у меня к нему не одноизначное мнение конечно приятно получить подарок журнальчик но не факт что я из него что-то свяжу напишите пожалуйста в комментариях мне как вам этот журнал какое у вас сложилось впечатление о нем связали бы вы что-нибудь из него если да то что хотелось бы знать может быть я не увидела чего-то на сейчас всем спасибо за внимание и до скорых встреч пока